Здравствуйте! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и мы продолжаем лекции по неврозам, актуальным на сегодняшний день. Канал действует с 11-го года. Если вам интересна тема панических атак, вегетососудистой дистонии и невротических расстройств, обсессивно-компульсивных и так далее, добро пожаловать. В сегодняшнюю лекцию я продолжаю снимать из цикла, что стоит за невротическими расстройствами, а именно, что стоит за вегетососудистой дистонии и что стоит за панической атакой и прочих вегетативных жалоб наших клиентов. Передаю отдельный привет ребятам из сообщества «Бизнес-молодость», потому что сегодняшний ролик будет опять направлен на молодых предпринимателей, будет направлен на менеджеров, топ-менеджеров и людей, которые стремятся во что бы то ни стало достичь результата, достичь своих целей. Я думаю, вам будет очень полезно и интересно, предлагаю внимательно слушать. Тема сегодняшнего ролика – это невростыния и депрессия. Именно в сочетании я буду рассказывать о том, что это, как это и почему это. Невростыния – это отдельный вид невроза, который был выделен еще в Советском Союзе, в отдельную наозеологию, в отдельную классификацию. Невростыния имеет свой, как правило, внутренний конфликт и имеет свою специфику в виде вегетативного проявления и прочих симптомов. Проще говоря, если вы не очень осведомлены в медицинской терминологии, невростыник – это не ругательство. Невростыник – это человек, который к себе предъявляет завышенные требования, не соизмеряя их со своими физическими, моральными и прочими обстоятельствами окружающей среды, конъюнктуры рынка и так далее. Но ужас невростынии заключается в том, что побуждает человека к невростынической гонке. Сейчас я буду подробно об этом рассказывать, как это проявляется в бизнесе, как это проявляется в обычной бытовой жизни, неважно, вы менеджер среднего звена, вы индивидуальный предприниматель или вы топ-менеджер. У меня, мои клиенты, имеющие невростынию и депрессию вторичную, это топ-менеджеры, это бизнесмены, это обычные люди, которые пытаются достичь результатов на работе. Здесь от людей с четырьмя высшими образованиями и международным MBA до человека, который просто пытается, молодой парень, который пытается найти свою нишу, найти свой бизнес и пробует разные направления. Что вам надо знать? Невростыния формируется в детском периоде вашей жизни, когда ваши отношения с мамой и папой, грубо говоря, где маленький ребенок делает вывод о том, что любить его можно только за определенные заслуги. Любить его можно и уважать только за определенные достигнутые цели и у ребенка формируется такая некоторая миссия о том, что он должен выше, дальше, сильнее, иначе он лошара, ничего из себя не представляет, иначе он абсолютно неэффективный и бесполезный любить и уважать его нельзя. Вот этот самый драйв можно разбирать более детально, если кому интересно, я расскажу поподробнее, но суть заключается в том, что невростыния это тип невроза, где человек всю жизнь или какой-то отрезок жизни может не замечать того, как его стратегия перебарщивания и неправильного планирования, достаточно эмоционального отношения к неудачам потихонечку потачивает его к невротическому расстройству. Человек может всю жизнь достигать каких-то результатов, достигать, 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 и потом в какой-то момент череда событий или череда неудач его просто эмоционально выжигает так, что он уже хрю сказать не может, что он уже выбегает с семинаров, выбегает из офиса, начинает пропускать работу, начинает отлынивать от работы, теряет усидчивость, теряет мотивацию, теряет запал. Он перестает фокусироваться, его начинают раздражать звуки, раздражать какие-то мелкие слова коллег, свет начинает раздражать, начинает раздражать какая-то музыка, люди на дорогах. В общем, это называется такой болезненной слабостью, где человек начинает прыгать от эмоционального подъема к какому-то спаду, он начинает не очень хорошо кушать, начинает постоянно думать о том, что с ним происходит и как. И потихонечку-потихонечку развиваются вегетативные симптомы, тахикардия, ком в горле, чувство, как будто человек теряет сознание, холод по конечностям, чувство отрешенности, чувство постоянной разбитости, слабости. Здесь же могут возникать элементы панической атаки, когда человек вдруг начинает резко пугаться, что с ним что-то произойдет, что он сейчас задохнется, умрет и так далее, формируется паническая атака, и это может плавно перетечь в формирование фобии, страх за свое сердце, страх за свое самочувствие и так далее. Это коротко по симптоматике, мои зрители ее прекрасно знают, я сейчас не буду на этом углубляться, давайте о неврастении и депрессии, окей, более детально. Неврастения и депрессии являются очень частым аспектом жалоб моих клиентов, которые изначально пришли ко мне с этими самыми симптомами самочувствия, им кажется, что они не могут работать, потому что у них плохое самочувствие, давайте разберемся. Этим страдает как мужчина, так и женщина. Есть такое понятие, как женщина с яйцами, вы уж не обижаетесь, да, это та самая женщина, которая также в детстве, благодаря отношениям с матерью и отцом, или их особенностями, сформулировала для себя такую стратегию. Я буду успешный и эффективный, чтобы доказать себе и родителям, что я вообще на что-то способна. Так же и у парня формируется такая же стратегия, и они начинают гнать по жизни. Проблема здесь заключается в том, что у этого невроза две стороны, хорошая и плохая. Хорошая в том, что этот человек имеет очень сильный внутренний заряд на действительно работоспособность, на действительно хорошие результаты. И моей задачей заключается в консультировании таких клиентов не в том, чтобы он остановился и перестал достигать каких-то целей, планировать, зарабатывать и делать новые проекты. Вовсе нет. Моя задача заключается в том, чтобы он научился грамотно относиться к тем элементам, когда у него что-то идет не так, когда у него что-то не получается. Потому что невростеник не может объективно и адекватно оценить то, что если что-то пошло не так, это вовсе еще ничего не доказывает. Невростеник начинает судорожно жать на педаль газа со словами «давай навалимся сейчас на задачу, ее сделаем». Он совершенно перестает адекватно оценивать свои силы, он перестает адекватно оценивать свое самочувствие и давит на педаль до тех пор, пока организм не положит его на кушетку в прямом смысле этого слова. Собственно говоря, цель формирования невротической симптоматики, фобической и вегетативной, в этом и заключается, чтобы человеку показать «Эй, чувак, ты перебарщиваешь». Перебарщиваешь не потому, что ты вагон разгружаешь, а потому, что ты эмоционально вкладываешься в смысл того, что ты делаешь, слишком эмоционально. Потому, что для тебя это не просто деньги, не просто лендинг, не просто ниша, не просто бизнес, а для тебя это целое невротическое доказательство самому себе и окружающим, что ты на что-то способен. Хорошая сторона – работоспособность. Плохая сторона в том, что такие ребята хорошо стартуют на стартапе, но в долгосрочной перспективе они теряют энтузиазм, теряют силы, теряют концентрацию и сливаются. Поэтому таких ребят я рекомендую ставить на стартапы, если это менеджеры. На долгосрочную перспективу такие менеджеры неэффективны. Тут надо очень хорошо разбираться в психологии личности, чтобы научиться правильно расставлять людей по своим позициям. К тому же эти ребята не умеют экономить энергию. Они сжигают всю свою энергию на невротическое переживание за результат. Как правило, в анализе мы видим, что они сжигают всю энергию на то, что не является главным, а на то, что является главным, у них уже сил не хватает. Поэтому рациональное использование и рациональное эмоциональное реагирование на определенные обстоятельства бизнеса и на определенные обстоятельства, где вас уволили, где что-то не получилось, где что-то пошло не так, является целью нашего консультирования и работы над собой. Как же здесь идет депрессия? Давайте разберем саму схему. Итак, у нас есть клиент, неважно какого он пола, он или она, поимели определенные проблемы в бизнесе или определенные проблемы в работе, и они остались без работы или у них что-то пошло не так. Они слишком эмоционально к этому отнеслись, потому что их драйв, достижение целей, слишком заряжен, слишком перегружен, перезаряжен, эмоционально перенасыщен. Они начинают слишком эмоционально к этому относиться, вызывая таким образом определенную симптоматику. Симптоматика не дает им уже работать в полной мере или они начинают барахлить. И вот здесь возникает вторая ошибка. Они начинают оценивать свое самочувствие как доказательство, что они вот-вот потеряют эффективность полностью. Вторично прикрепляет тревогу по этому вопросу. Начинает еще больше усиливаться симптоматика, еще больше начинает усиливаться эмоциональные срывы. И человек начинает совсем приобретать такой депрессивный оттенок, что он никогда из этого не вырвется, он точно не сможет реализовать свою цель, он точно не сможет реализовать свои амбиции. И вот так прикрепляется депрессия, потому что миссия неврастейника не реализуется. Из-за этого он впадает в депрессию, начинает думать о том, что никогда ничего не изменится, он неудачник, все пошло не так, все годы коту под смарку, все ужасно, все плохо и так далее. Терапия таких клиентов заключается в двух основных факторах. Первый фактор – это прежде всего нужно устранить и понять ту причину, по которой он так эмоционально перенасыщает. Своё рвение, потому что если он это не осознает, если он не научится экономить энергию, если он не научится расставлять приоритеты, если он не научится эмоционально управлять своими эмоциями в плане рационального отношения к негативным обстоятельствам бизнеса, к тому, что он потерял работу или к тому, что не еще не пошла, если он не научится, он даже если будет принимать какие-то фармакологические средства, потом, когда эти средства выйдут из крови, он опять наступит на те же грабли. Поэтому первым этапом консультирования терапии заключается сама работа над мотивацией к ней, к такой невротической гонке. Вторым этапом, заключая терапию, является тот факт, что человек должен научиться не видеть тупиков, не видеть катастрофы, и уметь четко понимать, что надо двигаться дальше, надо двигаться в плане рационального тайм-менеджмента, в плане рационального распределения ресурсов и рационального распределения экономии энергии. Невростыния и депрессия на сегодняшний день являются, наверное, одним из первых таких элементов моей работы, где терапия не очень долгая, потому что ребята, у которых так много внутреннего драйва, их надо чуть-чуть подкорректировать, чуть-чуть, чтобы они поняли, что ими движет и где они перебарщивают. И они выйдут из этого состояния и достигнут хороших результатов, потому что, так скажем, выжигать их невростынический запал до нуля никто не собирается, и этого делать не нужно, потому что они, благодаря вот этому детству, благодаря вот этим вот невротическим миссиям, они действительно делают хорошие дела, они действительно делают бизнес. Но проблема в том, что их к этому побуждает. Поэтому здесь обязательно молодым предпринимателям необходимо управлять своими эмоциями и понимать, почему же он так сильно перебарщивает, куда он гонит, куда он пытается достичь, что он пытается достичь. И самое главное, научиться рационально экономить свою энергию на то, что важно, и понимать, как ты сейчас интерпретируешь ошибки, как ты сейчас интерпретируешь то, что у тебя не получается. Клиенты, которые ко мне приходят, это уже ребята, которые в депрессии повторичней, потому что они потеряли силы, и они точно, как они говорят, ничего не добьются, и они уже хрю сказать не могут. Либо это такие менеджеры, которые, или бизнесмены, которые все еще бегут, крутят этот велосипед, но они понимают, что их концентрация, что их мотивация, что их энергетическая составляющая с каждым месяцем все падает и падает. Они не понимают, чем заряжена вот эта вот гонка, вот эта вот суета, и рано или поздно они остановятся, либо в депрессии, либо в симптоматике. Что еще здесь хочется пояснить? Пояснить важно то, что можно, конечно, на каком-то этапе принимать фармакотерапию, которая даст вам небольшой костыль на этапе этой беготни. Но опять же повторюсь, что если вы не устраните главную причину вашего невростенического драйва и такого сверхэмоционального реагирования, вы после приема фармакологии все равно придете к тому, от чего бежали. Поэтому если вы чувствуете, что вы потеряли работу, или вы слишком на работе выжигаетесь, прямое показание к тому, что стоит поговорить со специалистом по вопросу тому, а что мотивирует мной достигать таких результатов, и научиться достигать результатов в бизнесе здорово. Вот основной мой посыл. Не чтобы люди перестали хотеть зарабатывать или достигать своих целей, а для того, чтобы они либо вышли из этого состояния тактически правильно и продолжили свою деятельность, сохраняя здоровье, либо чтобы они с точки зрения профилактики не влетели в эту проблему. Поэтому чаще всего мне приходится, к сожалению, работать уже с последствиями. Когда люди поимели панические атаки, когда люди поимели симптоматику, когда люди поимели прочие страхи, фобии, они уже лежат на диване, они уже ничего не могут, они уже в депрессии, они приходят и говорят, Алексей, что за дела? И мы начинаем разбираться. И оказывается, что их симптоматика начиналась, когда на работе что-то пошло не так, или когда с бизнесом что-то пошло не так, и они слишком эмоционально и сверхценно к этому отнеслись. Не каждый бизнесмен, вот если посадить передо мной 10 человек и примерно представить, что у них у всех одни и те же жизненные обстоятельства, не каждый будет испытывать невростенический невроз. Потому что у каждого человека своё детство и свой эмоциональный посыл к результату. Ко мне придут те ребята и испытают симптоматику и депрессию невростыни, те ребята, у которых именно аспекты детства закладывают вот эту сверхценную, как мы говорим, идею на достижение результата. Это хорошая, ещё раз повторюсь, история, но только лишь тогда, когда он сможет этим управлять. Невростыник, который не осознал то, что им движет, не будет никогда останавливаться, он будет жать на педаль газа до тех пор, пока его не положат симптоматик. Конечно, многим ребятам с таким неврозом помогают некоторые результаты по пути их достижения. И они их держат. Но как только начнутся какие-то сложности, он резко вылетает либо в депрессию, либо в какую-то прочую симптоматику. Поэтому, ребят, я вам искренне рекомендую понимать, понимать, что если у вас начинаются вот такие вот элементы реагирования на неудачи, на какие-то последствия увольнений, вы слишком эмоционально к этому относитесь, и у вас начинает проявляться симптоматика именно вегетативного телесного проявления на работе или по бизнесу, или у вас нет работы, а у вас она была, и вам нужно сверхценно ее найти. Показания к консультированию безусловные, потому что есть такое понятие, как стратегия. Спринтеры и стайеры, да? Опять же, я об этом говорил. Если ты не научишься этим управлять, ты, скорее всего, пробежишь хорошо 100 метров. Ну, как правило, 5 лет после института ребята неплохо работают, они держатся. Их питает их успех, их питает их достижения, но если и когда, а по-любому так будет, начнутся неудачи, начнутся вот эти вот провалы, начнутся эмоциональные выгорания, и о бизнесе долгосрочном речи уже не идет, потому что он в конечном итоге скажет, ну, его все нафиг, или что все не так. Так, более того, я вам скажу, что у невростенников есть очень интересная черта. Сколько бы они денег не заработали, какие бы успехов они не достигли, им свойственно это все обесценивать. Мотивируют они это тем, что надо больше, 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 больше. Проблема заключается в том, что вот эта вот невротическая мотивация больше, больше, больше не даст человеку счастья. Он не сможет насладиться тем, что он имеет. Он не сможет распланировать свой день и свой год так, чтобы он достиг не просто результатов, а еще смог насладиться этими результатами, смог отдохнуть, потому что невростенники отдыхать не умеют. Три дня на отдыхе, и у них уже какие-то планы, амбиции, быстрее-быстрее вернуться, что-то сделать. Они не умеют отдыхать, они постоянно перфекционисты. То есть, они явно перебарщивают. И за всем за этим стоит тот посыл из детства, который мы должны разобрать, которым вы должны научиться управлять. И когнитинопоединическая психотерапия как раз обучает тому, чтобы управлять своими эмоциями более рационально и относиться к управлению предприятием, относиться к управлению людьми, относиться к управлению рисками, относиться к провалам и неудачам объективно с точки зрения стратегии, с точки зрения экономии вашей энергии. Представьте себе на месте президента Российской Федерации. Внешняя политика, внутренняя политика – дел масса. Но надо учиться концентрироваться на главном. Надо учиться концентрироваться на том, что для вас приоритетно. И не относиться так эмоционально и сверхценно к неудачам, к каким-то провалам, опять же. Поэтому неврастения и депрессия очень часто являются основой той самой вегетососудистой дистонии, той самой панической атаки и тех самых фобий. Очень часто здесь прикрепляется страх сойти с ума, страх потерять контроль. Объясню, каким образом. Часто ко мне приходят люди со словами «У меня одна простая жалоба». Леша говорит «У меня очень простая жалоба. Я боюсь сойти с ума. Я боюсь потерять контроль. Постоянно. Что за этим стоит? Если ты сойдешь с ума, что ты будешь о себе думать? Я не успел реализовать свои планы». Прикольно. Если ты потеряешь контроль и так далее, или заболеешь каким-то неизлечимым заболеванием, что будет? Я буду неэффективным. За страхом потерять контроль и заболеть с ума стоит главный страх быть неэффективным. Очень часто. Или опозориться в глазах семьи и окружающих. Это те самые неврастейники, которые поставили себе цель, что они должны достичь таких-то результатов. Самое интересное, что эти результаты не будут их питать. Купили Феррари? Что-то Феррари, не Феррари. Надо Ламбу купить. Купили Ламборджини, что-то не то. Надо еще что-то. И все их достижения будут обесцениваться, потому что их достижения – это не достижения их внутреннего мира, гармоничного. Это их невротические галочки, которые они также будут бояться потерять. Поэтому, ребята, если вы хотите вести нормальный бизнес, если вы хотите сохранить здоровье, если вы хотите быть действительно гармоничным, целостным человеком, а не просто всю жизнь крутить велосипед, боясь с него слезть, потому что вы покажетесь плохим, и неудачным, или при малейших каких-то порывах ветра вас будет калашматить, а если уж вам придется поменять направление, курс, у вас будет депрессия, сложно говорить о том, что вы станете эффективным предпринимателем. Поэтому моя вам рекомендация – занимайтесь прокачкой своих мозгов не только в области бизнеса и технологий, но и занимайтесь прокачкой своих мозгов в области управления своим эмоциональным состоянием. Тогда никто и ничто вас не победит. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся. Пока.